Новшества от ЖКХ. Специалисты профильных служб рассказали о повышении тарифов и капитальном ремонте. День здоровья. Несмотря на непогоду, более сотни жителей получили консультацию городских врачей. Морозы в объективе. Метели, заносы и зимние аварии лидируют в списке видео, которые люди записывают чаще всего. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ Армавир. В студии Ирина Рухлядка. Уменьшение нормативов потребления с января и повышение тарифов с июля 2014-го – это самые обсуждаемые изменения в сфере ЖКХ. Также в наступившем году жильцы многоквартирных домов в своих питанциях увидят еще одну строчку – капитальный ремонт. Как будет рассчитываться оплата и какие способы сбора средств существуют? Все эти вопросы активисты города задали на дне общественности специалистам жилищно-коммунального хозяйства. Подробности в первом материале выпуска. В подвале из-за дырявых труб образовалось Черное море. Возьми власть в свои руки. Сделай капремонт. С 2014 года капитальный ремонт многоквартирных домов – забота о самих собственниках жилья. Сколько придется дополнительно платить из какого месяца – пока неизвестно. На Кубани еще не утверждена региональная программа. Там, где эта работа уже проведена, называют примерную сумму – 6 рублей за 1 квадратный метр жилплощади. При этом сами собственники решают, каким способом будут собираться деньги на капремонт. Первый вариант – это специальный счет дома, когда средства могут быть потрачены только на строительные работы и в конкретной многоэтажке. Как это будет? Если я в банк кладу деньги, у меня идут проценты. Как с этими деньгами будет? Эти счета будут, мало того, что они будут накатительные, в случае банкротства, то есть что-то будет происходить с банком, этот счет является неприкасальным. То есть эти деньги по-любому сохранятся на этом счете. И они будут вписываться только при соблюдении условий, указанных в специальном счете. То есть только при направлении капитального ремонта. Второй вариант – воспользоваться услугами регионального оператора, когда деньги переводятся в общий котел. Из него финансируется капремонт всех домов в регионе, согласно утвержденной программе. Обеспечивать проведение ремонтных работ будет некоммерческая организация, которую утвердят местные власти. То есть, если собственники выберут спецсчет дома, то капитальный ремонт можно будет сделать только после накопления всей необходимой суммы. Если регионального оператора, то строительные работы начнутся за счет средств других домов, которые пока еще не требуют ремонта. В Армавире уже проведено обследование всех многоэтажек. Они занесены в общий реестр по краю, на основе которого и будет создаваться региональная программа. К другим темам. Несмотря на сильный ветер и мороз, День здоровья состоялся. Каждую субботу жители города могут пройти обследование десятка врачей вне зданий поликлиник. Такая работа проводится в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». 1 февраля на прием в Центр медицинской профилактики. По улице Новороссийской пришли более сотни армавирцев. А что бы вы хотели? Это, пожалуйста, вот сюда, в регистратуру. Вот вам, пожалуйста. Получить анализы крови на сахар и холестерин, проверить зрение, измерить глазное давление, сделать кардиограмму, побывать в кресле стоматолога. Услышать заключение терапевта, при этом ложиться в 60 минут. Такое возможно только на Дне здоровья, ведь работники города собираются в одном месте и ждут своих пациентов. Сегодня у нас работают специалисты ЛПУ города, онколог, лор-врач, окулист, терапевт. Делается электрокардиограмма сердца, работает Центр здоровья. В Центре здоровья у нас проходит комплексное обследование пациенты. Потом они приходят к врачу и получают заключение. И как бы здесь по типу фильтра распределяем, кого на участок, кого к нашим специалистам, а кому просто даем рекомендации по здоровому образу жизни. Лилия Юргенс живет недалеко от Центра медицинской профилактики. О том, что будет слет врачей, прочла в газете. Третий год подряд принимает участие в Дня здоровья и признается. Теперь следить за состоянием организма стало легко и удобно. Здесь в очереди надо стоять долго. И сразу проходишь всех врачей. Анализы сдаешь. И очень удобно. Я довольна. В поликлинике там надо, чтобы талончик достать, надо в очереди постоять. Потом в очереди, чтобы с талончиком еще к врачу попасть надо постоять. И много времени уходит. А здесь меньше. Чаще всего на такие медобследования приходят женщины в основном средних лет. А вот мужчины здесь редкие пациенты. Владимир Вахутко – исключение. Военный пенсионер привык следить за здоровьем. О новых формах работы врачи узнал от мамы. Один раз привел ее, понравилось и самому. Ну, я не то, чтобы полюбил здоровье. Я считаю, что все равно нужно раз в год обязательно проходить обследование. Я не склонен ждать до того, чтобы пока уже будет неотвратимо что-то. Лучше предупредить заранее. Здесь совсем другое отношение к людям. Во-первых, очередь меньше и относится совсем по-другому. Туда поедешь, если ты понимаешь, очень много народу за один день точно не пройдешь. А здесь, в принципе, все это возможно. Дни здоровья удобны для работающих армавирцев, которые не могут себе позволить потратить несколько будних дней на обследование в поликлинике. На таких мероприятиях каждый врач находится в шаговой доступности. А очередь, особенно в морозный день, когда выходить из дома решаются не все, минимально. Ирина Рухлядко, Евгений Халманский, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. 20-ти градусные морозы, сильный ветер и небывалый снегопад. Первых февральских дней надолго запомнятся кубанцы. А благодаря интернету еще и тем, кто посмотрел видео или фото на страницах в социальных сетях. Реальные истории взаимопомощи на заснеженных трассах и городских улицах, аварии – все это попало сначала в объективы видеорегистраторов, телефонов, фотоаппаратов, а затем уже в глобальную сеть. Картина суровой зимы глазами интернет-пользователей в материале нашего корреспондента. Природные аномалии в Армавире начались еще 29 января. Тогда, вслед за Краснодаром, на город обрушился ледяной дождь. Видеокапель замерзающих прямо на лету сразу же появилась в сети. Возможно, это редкое для кубанского климата явление и стало причиной остановки троллейбусов первого маршрута. Местный житель успел снять, как искрят провода. Но все это было только начало. Вечером 30 января Армавир накрыла снежная буря. Зиму встречали радостно, снимали видео, как красиво гуляет ветер. Но уже ближе к ночи такая погода смеха не вызывала. Буран разошелся не на шутку. Водители, ехавшие из Армавира в сторону Невиномыска или Краснодара, отписывались о сложной дороге. Все прелести таких экстремальных путешествий сразу же попадали в сеть. Этот любитель веселой музыки застрял по пути в краевую столицу. Трассу чистила спецтехника, но, как видно из этого видео, ветер снова разметал то, что было убрано. Машины собирались в пробке. В итоге было перекрыто несколько федеральных дорог. У оказавшихся в снежной блокаде водителей сдавали нервы. Мне это бесит! Мне это бесит! С тобой садили! В крае были отменены автобусы. Эти люди ехали из Краснодара в Армавир, но пассажирский транспорт дальше Кропоткина не пустили. На дорогах водители как могли помогали друг другу. Этому автолюбителю, застрявшему на трассе Кропоткин-Армавир, на помощь пришли сразу несколько человек. В самом городе снегопад тоже немало насолил автолюбителям. Но и здесь без взаимной выручки не обошлось. Также в глобальную сеть попали кадры видео аварии на пересечении Володарского и Ефремова. Микроавтобус ехал в столб, рядом развернутая легковушка. В больницу после этого ДТП была доставлена женщина. К 3 февраля ситуация на дорогах практически нормализовалась. На трассах М4Дон и Кавказ машины едут без препятствий. Затрудненным остается движение на участке Майкоп-Усть-Лобинск-Кореновск. Там введено реверсивное движение. В ближайшее время синоптики сильных снегопадов не обещают. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации для канала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжаем выпуск. 2014 объявлен в Россию годом культуры. Под эгидой этого события в городе открыт фестиваль духовной музыки «Армавирский благовест». В городском дворце культуры собрались любители классики. Свои самые лучшие номера показали ведущие коллективы города, а также юные музыканты. Все средства, собранные от первого концерта, пойдут на строительство храма в поселке Заветный. Рассказывает Лариса Юровская. Благовест – это голос церкви, колокольный звон, который созывает на молитву. Одноименное название получил фестиваль духовной музыки, который открылся в Армавире. Воспитанница музыкальной школы Софья Щекина к выступлению готовилась особенно. Духовные произведения – это апогеи, показатель высшего мастерства в творчестве композитора. Поэтому и от исполнителя требуют полной самоотдачи. Чтобы музыка дошла до сердца зрителей, надо самому слиться с ее гармонией. Я как человек верующий считаю, что Бог наделяет нас талантами, которые мы должны своим трудом открыть в полном мире. Классическую музыку надо уметь не только исполнять, но и слушать. Несмотря на то, что Мороз вмешался в проведение концерта, истинных любителей он не остановил. Когда нам делают добро, признательность требует помнить это добро. А когда зло, то любовь помогает нам забыть это зло. Поэтому, уважаемые армавирцы, я всей души вас прошу, творите добро, делайте добро, и пусть ваше добро отражается в вашем сердце. Год культуры в Армавире начался с ярких событий. Духовной жизни в нашем городе мы должны уделять внимание не меньше, чем экономическому развитию, заметил на открытии фестиваля председатель Городской думы Владимир Сосновский. Хочется верить в то, что именно этот год станет последней точкой в том бескультурном хаосе, который творится в нашей стране почти четверть века. Первый концерт в рамках фестиваля «Армавирский благовест» благотворительный. Собранные средства будут направлены на строительство храма в поселке Заветный. Новая церковь по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора будет названа в честь святителя Спиридона Тремифунского, чудотворца, особо почитаемого среди верующих. Святитель Спиридон – это удивительный святой. Это современник святителя и чудотворца Николая. Он с ним присутствовал на одном из соборов. Открытие фестиваля совпало с днем рождения Асса Геннадия. Долгих лет жизни новому фестивалю и благочинному пожелали участники концерта. Православный фестиваль «Армавирский благовест» открыт. В течение всего года вечера духовной музыки будут собирать зрителей. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. В Ржеве завершился чемпионат России по самбо среди юниорок. Побороться за награды турнира в Тверскую область приехали более 200 самбисток в возрасте 17-18 лет. Краснодарский край представляли 9 спортсменок. По итогам поединков девушки завоевали 4 награды – 1 золото, 2 серебра и 1 бронзу. Бронзовую медаль в копилку сборная края внесла армавирская самбистка Татьяна Селедкова. Она выступала в весовой категории 40 килограммов. Кубанская сборная заняла первое место в общекомандном зачете. Эти соревнования были отборочными на юниорские чемпионаты мира и Европы. Продолжит выпуск новостей прогноз погоды. С ним вас познакомит Лариса Юровская. Спасибо, Ирина. Здравствуйте, Сечень. Так называли февраль наши предки. Они считали, что месяц отсекает зиму и дает начало весеннему расцвету. Но до оттепели еще далеко. Во вторник утром столбик термометра покажет минус 9. Днем 4 градуса ниже нуля. Ясно и солнечно. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер западный, умеренный. 4 февраля православная церковь чествует Макария Жабынского, чудотворца, основателя Жабынской в Веденской пустыне. А также апостола Тимофея. С именем этого святого наши предки связывали свои наблюдения. Считалось, что с этого дня начинаются самые лютые морозы. Пасечники по жужжанию пчел отмечали, хорошо ли зимуют насекомые. Также по-хозяйски заглядывали в закрома и определяли, хватит ли зерна до весны. Работают в настоящее время эти приметы или нет, судите сами. Но на всякий случай потеплее одевайтесь. У меня на этом все о погоде. Ирина. Спасибо, Лариса. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах 2 Радио Армавир. В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова